Приветствую вас. Я думаю, что не разговаривать нужно с дочерью вашей на предмет того, что это неправильно. Потому что в подростковом возрасте говорить, что что-то неправильно, значит, оставлять подростка наедине вот как раз с этой историей, то есть оставлять подростка. Ну, означает оставлять подростка в этой борьбе, в этом бунте, по сути, ну вот, что я не думаю, в общем, что это то, чего вы на самом деле хотите. Поэтому говорить о том, что это неправильно девочке не стоит. Предположим, что вы чего-то ее лишаете, да, ну, просто предположим, что вы чего-то ее лишили. В данном случае, например, вы лишили ее возможности там, к примеру, вот, общаться, допустим. Ну, она поняла, вы решили, не важно. Вот. Что дальше? То есть, если вы ее чего-то лишили, то, наверное, нужно было бы что-то ей дать. Нет ощущения, что она, к примеру, что-то получила. То есть, она только потеряла, она только потеряла. Но что она получила? По факту, по сути, ничего. А почему она начала, к примеру, общаться с, ну, с мальчиками и девочками от лица мальчика? Какие у нее были для этого причины, основания, вот. Вы знаете об этом? Я боюсь, что нет. Но если вы об этом не знаете, то, как минимум, это нужно узнать. Узнается это не разговорами о том, что это неправильно, а просто общением с ребенком. Общением с ребенком. Сближением с ребенком. Установлением доверительных отношений с ребенком. Ориентированием на его переживания, на переживания ребенка. И так далее. Что сейчас делает девочка? Девочка, по сути, говорит. Я не хочу быть девочкой, да, не хочу быть собой, хочу быть мальчиком. Потому что, ну, не знаю, например, потому что, по ее мнению, да, там, девочке сложнее, а мальчикам проще. Так, кстати, думают многие девочки. Из-за чего? Из-за того, что ей не показали, насколько здорово быть девочкой. Насколько здорово, насколько прекрасно быть женщиной. Если ей не показали, если она сама не видит в этом ничего хорошего для себя, то как, скажите, пожалуйста. Как она должна перестать делать то, что вы считаете неправильным? Может быть, для нее это вредно. Может быть, для нее это, вы считаете, м-м-м, деструктивным. Но, нужно еще, скажем так, определить, почему это так. То есть, почему для нее, по вашему мнению, это плохо. Почему вы считаете, что это неправильно. А самое главное, понимает ли она, чувствует ли она сама, что это неправильно. Или вы ей говорите, что вот ты знаешь, вот это вот неправильно. Это очень разные вещи. Это очень разные вещи и принципиально отличаются друг от друга. Когда вы говорите, может, сами, что что-то не так, что-то неправильно, что-то не должно быть, к примеру. Вот. И когда ребенок самостоятельно понимает для себя все или иные вещи. Вот. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь сейчас. То есть, вглубь проблемы вы не смотрите. В коре проблемы вы не смотрите. На свою семью внимание не обращать. То есть, что у вас в семье происходит. Если у ребенка хороший, значит, идеал женщины. Понимаете? То есть, отвечая на вопрос, как вам быть, да, это ориентироваться на переживание ребенка, не запрещая ей ничего, что не несет ей прямого деструктива, прямого негатива. Не оперируя такими фразами, как это неправильно, а это правильно. Ну, кто это, кто это решает? У нас ребенку нужно объяснять четко, почему то или иное неправильно. Не понимает. Без четких объяснений. А вы не можете объяснить, почему это неправильно. Потому что это не неправильно. Это то, что, да, это то, что не совсем стандартно, да, это то, что свидетельствует об определенных проблемах, но неправильно. Неправильно может быть только то, что не несет прямой вред здоровью, физическому здоровью или психическому здоровью ребенка. Прямой вред физическому здоровью можно определить всегда и сразу, вред психическому здоровью определить тяжелее, определяется, как правило, самим человеком. Ну, и вы можете только сказать, в чем вред. И согласится ли с вами ребенок, что, я имею ввиду, про психическое здоровье. Согласится ли с вами ребенок, что это вот, ну, что это действительно так, что это действительно вред для меня. Вот. Поэтому больше ориентируйтесь на, именно, переживания девочки, на ее переживания, на ее желания, вот, на ее проблемы. На свою семью, еще раз повторю, обратите внимание, как у нее с матерью отношения складываются, если вообще у нее мать. Вот. Понимаете? То есть, нельзя требовать чего-то, не делать, ничего не давая взамен. Сперва нужно что-то делать, а потом необходимость все-то делать, сама отпадешь. А вы, вы поступаете наиболее легким путем. Вот вам и ответ, как быть. Простого решения здесь нет, там, что-то происходит, это следствие определенных проблем у ребенка и простых решений, каких-то вот таких, очевидных, да, скажем так. Очевидных или, очевидных решений. Нет и быть не может. В принципе. Нет и, в принципе, быть не может. На этом все. Если вы готовы решать проблему, обращайтесь к любому из психологов за личной консультацией, за личной консультацией для подробного разбора ситуации, для подробного разбора вашей истории. Вот, тогда мы сможем вам помочь. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, также буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.